Привет, друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике хочу поговорить о такой достаточно интересной теме, как узнать, что ваш мобильный телефон прослушивается. Надо понимать, друзья, честно, что я и большинство из вас, мои дорогие зрители, абсолютно не интересны нашим спецслужбам, то есть это СБУ и национальной политикой. Мы ни о чем в таком не говорим, никаких таких секретных, важных тайн мы друг другу не сообщаем. Но, возможно, также прослушка с целью коммерческой, рекламной, чтобы продать вам, к примеру, какой-то товар. Я думаю, многие из вас замечали, что если вы начинаете чем-то интересоваться, то в дальнейшем на вашем смартфоне появляются похожие рекламные запросы. То есть мы все фактически под колпаком рекламных агентств. Друзья, я выбрал 7 признаков, по которым можно понять, что ваш смартфон действительно прослушивается. Первое, это то, что ваш аккумулятор подозрительно быстро разряжается. Для того, чтобы прослушивать ваш телефон, надо на него установить так называемое пиратское программное обеспечение. И, естественно, данное программное обеспечение потребляет ресурсы батареи. То есть батарея разряжается, телефон, как следствие, разряжается, хотя в работе он не находится. Второе, друзья, это горячая батарея. Вы телефоном не пользуетесь, он где-то лежит в сторонке, берете его в руку, а он горячий. Это то же самое означает, что и в первом пункте. Кто-то подключился к вашему телефону, и даже если вы с телефоном ничего не делаете, его прослушивают, с ним, так сказать, проводят работу, и за счет этого он греется даже не включенный. Третье, друзья, это сторонняя активность на вашем смартфоне. Что это означает? К примеру, телефон лежит где-то в сторонке, и он начинается с ни с того ни с сего включаться. Он начинает там светиться, он начинает перезагружаться. Вот ничего не происходит, и он начинает перезагружаться. Четвертое, это слишком долгое включение телефона. Надо понимать, что это может быть не только из-за того, что прослушивает, а просто из-за вирусов, которые есть в вашем телефоне, и он действительно из-за этого очень долго включается. Но, вернувшись к тому, что я сказал раньше, ваш телефон прослушивается, и естественно, из-за этого какие-то процессы затормаживаются, то есть он начинает медленно включаться. Пятое, друзья, это помехи. Естественно, многие из вас замечали, если вы подходите с телефоном и разговариваете по нему к колонкам, к какому-то там оборудованию, к телевизору, еще к чему-то, то возникают помехи. Если никаких вызовов нет, а помехи слышны, вот тогда вот создается вопрос, может действительно ваш телефон прослушиваться? Вы подходите, эти шумы, эти какие-то передачи, это все может быть связано с тем, что телефон прослушивает. Шестое, это фоновый шум. К примеру, какие-то щелчки, какие-то звуки, какие-то посторонние шумы в вашем телефоне во время разговоров. Надо понимать, что если это разовая вещь, на это не стоит обращать внимание. А если это происходит постоянно, то стоит задуматься над тем, что ваш телефон действительно могут прослушивать. Седьмое, это слишком большой расход интернет-трафика на вашем телефоне. К примеру, вы особо не пользуетесь интернетом, какими-то интернет-приложениями, а трафик расходуется. То есть, стоит задуматься, что ваш телефон действительно могут прослушивать. В современных телефонах можно легко отследить расход интернет-трафика. Право на прослушку у нас имеет только служба безопасности Украины и национальная полиция. То есть, если они вас слушают, то действительно что-то у вас не в порядке, какой-то есть у них к вам интерес. Но это очень маленькая вероятность. Уже об этом говорил. И такая прослушка возможна только лишь по решению суда. Друзья, если видео понравилось, пальцы вверх ставите, на канал не забывайте подписываться. Благодарю за внимание. Пока-пока, друзья.